Добро пожаловать в Warface, братишка! Великая игра или путь возрождения Warface. Ебукешка, на наших трёх серверах, по моим данным, сейчас чуть более 70 тысяч игроков. О каком нахрен возрождении ты вообще говоришь? Капитан, очевидность! Во-первых, игре девятый год. Во-вторых, отменили самоизоляцию, началось лето, все ринулись просто сразу массово свои бациллы разносить, шашлыки, жалить, спинюривать. Всё хорошо, люди отдыхают от компьютеров. И в-третьих, извините меня, более 70 тысяч онлайна посреди лета. Это весьма неплохо. Приветствую вас, ладьи джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, Капитан Очевидность. И сегодня будем в очередной раз говорить, как, так сказать, сделать Warface Grid 1. В последнее время разработчики, комьюнити-менеджеры, так сказать, владельцы вообще нашей всей этой игры, через них интересуются мнением ютуберов. Да, последний год, наверное, уже нам постоянно высылают какие-то анкеты с опросами, спрашивают, что бы мы хотели в ближайшее время изменить, какие изменения мы ждём, что надо улучшить, что надо избавиться от чего, что вырезать, что добавить, что как-нибудь по-другому сделать. И это достаточно занятная тема. Из того, что я, например, предлагал, были реализованы Fantasy League и Clans Cup. Сразу говорю, я не предлагал, как бы, ничего с индейками, это уже, как бы, спонсоры там. Я просто предлагал сделать вообще такую лигу, где будут тебе спортсмены с ютуберами, как бы, бегать, нагибать, ну и так далее. Достаточно приятно, что мнение учли, попробовали, и я вижу, в принципе, всем зашло. Разработчикам зашло, зрителям зашло, спонсорам зашло, всё нормально. Clans Cup, честно говоря, я думал, будет даже, ну, менее всё-таки популярным, просто хотел попробовать. Ну, нифига себе, Clans Cup вообще классно выстрелил. А вместе с тем, есть и другие предложения. Не все из них пока что реализованы. Разработчики недавно снова выслали нам анкеты и спросили, назовите 3, 4, 5 самых главных, так сказать, изменений, которые сейчас нужны игре. Они спрашивали, мы писали, варианты разнились, но в некоторых моментах, вы знаете, люди сходились. То, что я сейчас буду вам рассказывать, зачитывать, так сказать, что-то из этого действительно было всеми принято отлично, что-то нет, что-то больше моё. Но в любом случае, я хочу донести это видео, а не просто в анкете. Потому что анкета, это как-то всегда вот так вот, это не живое. Я хочу донести до разработчиков, что действительно сейчас нужно игре. И почему? Самые главные пункты. Первое. То, чего игроки, многие, чуть ли не, наверное, большая часть Warface ждёт уже лет так 5. Это либо объединить серверы в этой игре, либо создать кросс-сервер. Разработчики, у вас, точнее, владельцы Mail.ru, это у вас любимая тема. Вы новую игру локализуете какую-нибудь, высираете 3-4 сервера, чтобы больше бабла собрать. Я так понимаю, люди идут на другой сервер пробуют, потом там пробуют, бабла всё больше. Но в итоге, вот эта вот краткосрочная прибыль в итоге идёт в убыток игре. В ущерб этой игре, понимаете, и самому главному, онлайн. Например, моя жена играла длительное время в такую РПГ, как Lost Ark. Ну как длительное, несколько месяцев она играла. Она играла в Lost Ark, прокачалась до какого-то там мохнатого уровня, не знаю какого. И она сказала, я больше не играю. Я говорю, почему, дорогая? Она говорит, потому что эти балбесы разбили игру на несколько серверов. И получается так, в то время, когда я играю, я не могу найти пати в какую-то важную инсту, там, подземелье, чтобы пойти и всё там как бы поднагнуть. Она говорит, какой смысл играть мне? То есть, если бы все серверы, говорит, вместе были, был бы единый онлайн, я бы могла действительно, когда я играю в то время, найти себе пати, мы бы пошли, поднагнули, всё бы было нормально. А так, вариантов просто нет. То есть, благодаря разбитию игры на серверах, Mail.ru сама эту игру убивает. И вот в Варфейсе ситуация аналогичная. Вот столько контента, а играется вот столько. Как минимум, я думаю, треть карт, которые сейчас есть, они были бы более живые, более популярные, если бы просто был онлайн. Вне всяких сомнений есть основные, самые популярные карты. Это да. Но есть второстепенные, которые нравятся достаточно многим. То есть, если собрать всех любителей этих карт с трёх серверов, то они были бы играбельнее. Их можно было бы найти большую часть времени в сутках. Для примера, я сейчас перешёл играть, я играю в основном на сервере Альфа. Вы спросите, почему? Да очень просто, потому что на сервере Чарли я порой вообще не могу ничего найти. На сервере Чарли можно найти РМ и пригород. Серьёзно. Багаду, когда как. Нет, найти её можно. Только вот играет там порой 10-12 человек, а я люблю, когда комната полная. Какой-нибудь лес или депо на Чарли лучше вообще не искать. Ты будешь искать его 5 минут, потом окажешься в комнате на 6-7 человек. Выйдут 2-3 человека, 4, комната закрыта. Добро пожаловать, начинай поиск по новой. А если всё-таки они согласятся играть, то ты будешь играть с онлайном именно в комнате. 7-8-9 человек. Вот так и будет проходить твой матч. Картина налицо. Пора с этим что-то делать. И не надо разработчики откладывать. Не надо снова новый голод, планы на следующий голод. И вот в следующем году мы может быть. Это не антикризисная мера. Вы можете там всё что угодно говорить. Антикризисная, не антикризисная. Просто поймите самую главную мысль. Важную. Изначально не надо было ни хрена делить. Это единая игра. Как и все остальные ваши игры у Mail.ru. Не надо никаких серверов. Единая игра. Серьёзно? Ну лучше потратьтесь на оборудование. Это потом, я думаю, окупится. Серьёзно? Это, наверное, окупится. Я к этому склоняюсь. Нежели разделить на 4-5 серверов или 3. И в итоге потом онлайн со временем упадёт. И всё будет в жопе. Большая часть контента будет неиграбельна. Это неправильно. Прошу, так и не надо опять свою эту бодягу за ПВЕ заводить. Да, скажу, чё тебе не нравится. Разработчики, ну реально, ПВЕ. Ну, как да, это забитая, заезженная тема. Ну, пожалуйста, ну вот поймите. Если вы делаете спецоперации даже. Разбивайте их на части. Там, 3-4, вот как марафон. Я вас очень прошу, делайте что-нибудь понятное, доступное. И приятное для игры. На расслабоне, прежде всего. Лучше там, за счёт повышения сложности, боты толще будут и так далее. Не надо 100 технологий. Вот серьёзно. Ну, вот более-менее ещё играбельная Припять, скажем. Да, вот такая вот. Для удовольствия. Даже Припять. Ты бежишь. У вас любовь к каким-то усложнению. Вы знаете, говорят, всё гениальное просто. Это вот как раз про ПВЕ и спецоперации. Бежишь на Припяти. Вот вроде всё хорошо. Появляется там какая-то кобра-турель. Убитья не проблема. Но просто сам механизм этих действий, последовательность, она мне не нравится. Я думаю, многим не нравится. Надо взять гранатомёт, стрельнуть по этому лазерному щиту. Он исчезнет. Ты стреляешь в кобру. Она умирает. Ну, взрывается. Если ты не успел расстрелять, щит снова появляется. Тебе снова надо ждать гранатомёт. Снова брать гранатомёт. Снова стрелять в щит. Щит пропадает. Снова доставать оружие. Снова стрелять в кобру. Да нахрен оно мне надо. Поэтому вот разработчики просто проведите эксперимент. Эксперимент, экспериментальная неделя, скажем так. Добавляйте все спецоперации, которые когда-либо были. Все ПВЕшки, которые есть там, больше можете сделать. Убирайте нахрен везде награды. Кроме варбаксов и по 50 корон за одно прохождение. Всё. Никаких коробок на гидре, ничего. Вот справедливо. Люди играют не за награду, а то, что хотят. Вот я вам отвечаю. Вы увидите. Играть будут обычные ПВЕшки. Какую-нибудь лёгкую припять, чтобы полюбоваться, скажем так, красотами, побегать, музыку послушать, не знаю, всё что угодно. Будут играть Анубис, будут играть там опасный эксперимент, может быть. Серьёзно. Никто в вашей Марсе нахрен играть не будет. Вообще не будет. Я даже думаю, что гидру большинство не будет играть. Знаешь гидру нужна, когда есть Анубис? Побежал, покайповал, пострелял. Серьёзно. Серьёзно. Вот просто подумайте. Игрок должен играть, потому что ему нравится, а не потому что ему за это что-то дают. Просто это самая главная мысль, которую я пытаюсь вам донести последние уже несколько лет. Всё, что касается ПВЕ и спецопераций. Надо делать так, чтобы игрок хотел играть, а не играл просто за награды. Всё. Мысль донесена. Просто уясните. Никаких усложнений, ничего. Всё гениальное просто. Пункт 3. РМ. РМ, который всем надоел. Серьёзно. Дорогие игроки, напишите. РМ одно и то же. Кто постоянно берёт первую лигу? Вам интересно играть? У меня вот знакомые, они каждый сезон берут, ну как, сокланы с альфа-имидж. Они постоянно берут первую лигу. То есть, я говорю, ребят, вам как вообще первую лигу? Они говорят, ну так, мы просто вместе в компании, нам интересно. То есть, именно факт взятия первой лиги никого больше не вдохновляет. Никого больше не интересует из тех, кто долго играет. А тот, кто не может взять, он её и так не возьмёт. Ну понимаете, да? То есть, получается, люди, которые не могут взять первую лигу, они первую лигу и так не могут взять. Это проблема, которая существует в игре. Люди, которые регулярно берут первую лигу, она им нахрен не нужна. Они её берут, как бы, как говорится, по инерции, по привычке. И всё больше людей, они охладевают варфейсу. Понимаете, когда вы ввели только РМ, это было бах, швах. Это было РМ 1.0, это были колёса, это было куча проблем. Но это было свежо, это было интересно. Первая лига была чем-то таким вот прям, ну это был класс. Вообще, введение РМ, это было гениальное решение. Это было супер решение. Люди просто ринулись покорять его. Вам надо с этим что-то делать. Вам надо либо вообще систему РМ менять, либо какие-то вот крутые нововведения. Честно, захват и блиц это не нововведения. Сразу говорю, как и возвращение Седа на РМ. Не надо, это не самое лучшее решение. Другие какие-то решения. Может какие-то соло рейтинги придумывать, там на мясе, как я предлагал. Ещё что-то делать. Но нужно в рейтинге варфейса вдохнуть в новую жизнь. Кстати, как и в клановую систему. Ну, насчёт РМа, пожалуй, соглашусь. Очень однотипная хрень стала. Вот, Кэп, вот, однотипная хрень. Прямо как мои видосы. Да. В этом вся проблема. Нету сока, нету жизни. Это как если есть омлет яичный в течение года. Понимаете, вот каждый день тебе готовят яичный омлет. Одно и то же блюдо. Всегда одно и то же. Понимаете, даже если ты любитель яичного омлета, если каждый день, боже, ты ешь только яичный омлет, ты через год либо начнёшь кудахкать, либо скажешь, что я больше вообще лучше не буду ничего есть, и сдохну, нежели я буду есть яичный омлет. Так и РМ. И последний, не менее важный пункт. Звучит он так. Взять всё, что не популярно, вырезать нахрен и экспериментировать с какими-то новинками. Например, какая-нибудь карта переправа. Да, она по-своему приятная. Да, там иногда можно поиграть. Но иногда это примерно раз в год. Понимаете, да? А шанс того, что ты вообще переправу найдёшь через быстрый поезд, он, ну, примерно как шанс выбить золотой донат. Понимаете? Не очень высок. И самым разумным будет просто эту карту выпилить из ватфейса. Серьёзно, она вообще не... Я вот не понимаю. Её оставили, а эстакаду выпилили. Эстакада была популярной картой на мясорубке. РБ ещё там, где-то спавны не те были. Не знаю, я такого не видел. Я просто играл, и всё нормально было. Сколько раз играл на этой карте на эстакаде, никогда никаких проблем не было. Отлично игралась мясорубка там, нормально. Она была популярна, карту можно было найти. Всё было... Ну, не такая популярная, как пригород, конечно. Ну, нормально, на ней был онлайн. На ней можно было играть. Взяли, вырезали. Нам что-то не нравится, мы не знаем. Там что-то не так с балансом. Третья, пятая, десятая. Короче, какие-то макароны на ушах. Всё. И вырезали. А тут переправы оставили там. Ещё куча карт осталась. Всякая хрень, которая не играется. Вот реально, столько карт в атмосфере вообще не играются. Их практически не ищут. Либо их, ну, не знаю, там, час поиска, ты, может, найдёшь одну карту. Не более того. Вы понимаете? Сам набор вот этих карт, большинство... Ты новый игрок, представь себе. Ты приходишь в игру. Ты там поиграл несколько дней, неделю ПВЕшки, там, спецоперации. Или такой, бац, хочу ПВП. Или ты сразу ПВПшник, да? Такой уже, знаете, матёрый ПВПшник. Он уже играл там. Играл там в Контерстрайке, например. Но Контерстрайк ему надоел, как бы, да? Всё одно и то же. У меня есть такие знакомые. Играли в Контерстрайк, потом надоел, а не потом в Варфейс пришли. И ты такой, приходишь в Варфейс, думаешь, я пока ни клана, ничего, ни РМа нету. Такой, хочу поиграть вот это. О, там командный бой какая-нибудь карта. О, стояночка, красивая карта, стоянка. Нажимаешь, чтобы стоянку искать. Карта не находится 5-7 минут. Хм, думаешь такой. Ладно, странно. О, карта переправа. Бац, нажал. Ищет переправу, ищет. Бац, не нашло. Он думает, человек, поищу-ка я мясорубку тогда. Нажимает там, о, красивая карта, бункер. Нажимает на бункер. Ищет. Минут через 7 находит ему карту бункер. А в ней 6 человек сидит. Включай его. Три человека вышло. Комната закрыта. Ваши действия после этого. Вот серьезно, если мне кто-то нахваливал игру, я зашел туда, искал 3-4-5 карт, ни хрена не нашел. Знаете, какие мои действия? Я выхожу из игры и нажимаю удалить игру. Дохлая игра без онлайна мне не нужна. Я не хочу в нее играть. Ну, как бы это разумно. Понимаете, разработчики, вот в чем проблема. И поверьте, таких игроков, которые просто придут, так посмотрят, так внешне, да, так, поверхностно, посмотрят, что что-то там онлайна нету, что-то как-то все тут бедно. Да нах ты такую игру играть? Пойду лучше в Warzone какую-нибудь поиграю, там, в Fortnite, там, не знаю, в PUBG пойду, в конце концов, там, в Counter-Strike и так далее. Зачем мне игра, которая умирает на глаза? Она не нужна. Но самое интересное, что это как бы... Не игра на самом деле умирает как-то, да, все-таки больше 70 тысяч, даже сейчас летом, это неплохо. А проблема в том, что, во-первых, у вас этот онлайн разбит на несколько серверов, а во-вторых, у вас масса контента, который в принципе не то, что сейчас не играется, он никогда не игрался. Он никогда не игрался. Тот же бункер, когда его ввели, он игрался активно первые, ну, 1-2 месяца. Потом люди как-то на бункер стали забивать. Надо объединить сервера или сделать кросс-поиск. Посмотреть, будет ли бункер вообще играбелен? Если не будет играбелен, вырезать его нафиг. Если будет играбелен, оставить. Если стоянка будет популярна, оставить ее. Не будет, вырезать. Если переправа будет популярна, хотя бы хоть чуть-чуть будут люди играть, оставить. Не будет, вырезать. И когда вы это все вырезаете, придумывайте новые карты, загружайте новый контент, делайте. Ищите, так сказать, золотой стандарт успеха Вот как, например, карта район в Припяти Вы сделали? Удалась карта, ангар удался, нефтебаза, вот это все Если все вот такое делать, у вас будет на 100% играбельная игра Куда ни ткнись, комната найден Итак, друзья, я сегодня рассказал свое мнение Вот конкретно, лучше любой анкеты Что надо сделать в Warface Объединение серверов Введение нормальных, адекватных ПВЕ Которых просто бежишь и просто стреляешь Вы можете делать суперсложные спецоперации Но их не должно быть большинство Большинство должно быть для большинства Для людей, которые хотят расслабиться и просто поиграть в игру Третье, изменение РМ Как вы будете делать, что вы будете делать, разработчики Ну извините, уж проявляйте какой-то креатив Потому что то, что сейчас, это одно и то же Это омлет яичный каждый день на протяжении последних нескольких лет И вырезаем ненужное, оставляем нужное в игре То, что популярно, то, что заходит Это все, что я могу на сегодняшний день предложить нашим разработчикам И, дорогие игроки, дорогие зрители Я жду вашего, так сказать, фидбэка В ваших отзывах о моих предложениях Что вы об этом думаете Я долго сидел, думал, что самое главное Все вот прямо вот, чтобы, сука, сконцентрировать Чтобы это сработало И мне кажется, это именно такой вариант Возможно, вы со мной согласны, а возможно, нет В любом случае, если данное видео Хоть по каким-то причинам было интересным Может быть, там, волосы стали шелковистыми Зубы беленькими У меня сейчас желтенькие Ну потому что, блин, стоматологии закрыты, извините Там пищеварение улучшилось Давление стабилизировалось Писька стоит, сука, как эйфелева баршня Но не как пизанская То ставьте лайки По желанию Яйки чешите Это обязательно без этого просто никуда Вступайте в нашу армию Нагибайте всех Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok